Всем добрый день, в эфире ПЛНФМ программа Городозор и мои ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев. Мы сегодня поговорим об актуальной для особенной лета, тем это затопление улиц во время ливневых дождей. На прошлой неделе у нас был снова ливень и снова улицы оказались под водой. Почему так бывает, хорошо это или плохо, насколько это вообще допустимо, в общем обо всем, о чем только можно, сейчас с Николаем поговорим. Ну, первый вопрос, Николай, почему так оказалось, что улицы даже новые, которые оказались не готовы к ливню, к такому летнему ливню? Да, ливень был довольно хороший на прошлой неделе. Показатели мы это все видели в соцсетях, как даже на новых улицах, в частности улицы Кузбасской дивизии от улицы Западной до Восточного проезда или до Акваполиса, торгового центра, образовались огромные лужи, там по-моему даже говорят, что две машины, видимо, то ли получили гид-удар, то ли сломались. Вот мы можем видеть видео, те, кто нас смотрит на YouTube-канале, да, или в группе ВКонтакте, видео там, где люди там пытаются пробраться. Интересно, что, я, конечно, понимаю, что, да, это массовый пик воды, там, условно, там, в сжатое количество по времени, ну, в минимальное время выпало много воды. Ну, формально видно, что даже на новой улице Львневке не справляется, то есть на некоторых улицах там вода даже там ни через несколько часов не ушла. То есть, получается, организация, которая обслуживает, а, кстати, сейчас обслуживает Львневке новая организация, там от старой отобрали, передали новой, она уже даже в соцсетях ранее писала, что она, по сути, производит набор персонала. То есть, фактически, можно сказать, что обслуживание сети не происходит. Мы видим, что в пиковые часы вода уходит, ну, не как быстро должна быть. То есть, там, прошло там 3-4 часа, а в некоторых там, может, даже до суток и вода, ну, она, кажется, стала меньше, но она есть. По-моему, по мне, вообще такого быть не должно. Ну, я просто не понимаю, вот как вот на видео, почему, ладно, выпала вода, ладно. Водители едут по ней. Про пешеходов мы забудем, они вечно у нас плавают, про них никогда никто не помнит. Пешеходы там плавают первые, потому что там поставили бордюры с двух сторон, там вообще образовалась корыто. Как-то где-то уходит, но как-то плохо. Но почему, допустим, госавтография или дорожная служба не могли перекрыть этот участок, чтобы водители здесь не ехали? Ну, я кажется, если перекроют, это все-таки будут дополнительные жалобы, почему перекрыли, то есть так худо-бедно проехали бы, а так теперь еще и там пути объезда искать. А так кто-то потерял там машину, да? Утопил, вот молодой человек толкает. Ну, да, сопутствующие потери. 166 федеральный закон говорит, что если не отвечает требования безопасности данный участок, необходимо его перекрыть. Государственная комплекция по 711 указу президента обязана на эти функции его исполнять. То есть вот я быстренько разудил. Самое интересное, вот прекрасная фотография за твоей спиной, что делать во дворах? Эти лужи там будут стоять, ну, не день. Ну, там, да, могут и утки поселиться. Но давай вот, наверное, постепенно, смотри, вот новые улицы, например, во время небольших дождей вода уходит быстро. Может быть, просто дело в том, что какие-то, ну, не то что аномальные, а просто высокие объемы воды ливневка не справляются там за первые, там, полчаса ее... Должна всего уходить там в течение часа-двух. Говорю, у нас есть участки, где, по сути, там, до вечера вода стояла. То есть, получается, она даже на старых улицах она смогла уйти, да, а тут в новой ливневке она не может посолку принять. Ну, вот, Николай, ты как эксперт. Не в этом же месте больше. То есть, смотри, там самое главное, что известный дом, по-моему, Крестки-6, если я правильно помню, который там находится вот между кольцом, разъездом, он находится в низине. И в этот дом, там, по-моему, двухэтажный или трех, но в этот дом в каждый дождь даже не сильный. А сейчас там прямо был потоп, а вода со всей улицы спускается в этот дом, потому что он находится в низине. Вопрос. Как-то сделано, наверное, конструкция, что мы подвигаем опасности многоквартирный жилой дом. И рано-поздно, возможно, будет с подвижкой, там, грунтов, фундаментов, и у нас может образоваться разрушение. То есть, этот дом надо ставить на расселение. Почему не были... Глобальные темы начали принимать. Вот приведем к участку улицы Кузбасска-Дизи, почему этот дом был оставлен, почему как-то не была решена проблема. А по факту, да, видно, что он в самом низине, понятное дело, что вода туда пойдет. Так оно и происходит, и видео, то, что в соцсетях публиковали эти жильцы, там четко видно, что вода у них в подъезде. То, что ниже там, даже страшно думать. Хорошо, а какие тогда пути, решения можно предложить? Сейчас. То есть, надо было делать, отводить оттуда тоже воду, надо понимать, было все. Вода у нас свернует где-то в нижнюю точку, надо оттуда было ее убирать. Насоску, подстанцию ставить, чтобы она собирала и перекидывала. Ну, то есть, сейчас... Сейчас это дополнительные средства, надо разрабатывать эти риски. Почему это не было сделано там в том же проекте реконструкции улиц? Ну, вот это хороший вопрос, потому что, ну, я думаю, тут надо подождать какие-то испытания ливнями еще. Может ли быть такое, что это все-таки ситуация единичная, или это будет повторяться все равно? Я уже сказал, что это ситуация даже при маленьких... Просто при маленьких там уходило достаточно быстро. Уходит, но это с улицы, а вот с тем домом что делать? А, с тем домом. То есть, это вопрос, наверное, к органам прокуратуры, они должны как-то оценку, что делать людям. То есть, здание рано или поздно придет к аварийности. И надо будет его расселять. То есть, одна проблема тянет на другую. Допустим, там тоже, смотри, участок, улица Коммунальная и улица Юбилейная. Там тоже большое скопление воды, да, происходит. Ну, обычно на одних и тех же улицах мы это все можем наблюдать. Я могу вычислить, все места мы все прекрасно знаем, там одни и те же перекрестки. Вот, кстати, знаешь, хороший вопрос по поводу сейчас... У нас ремонт идет улицы, где вот Сиреневый бульвар. Там как раз вроде бы ремонтные работы еще идут. И там собирались ливневку как-то менять или устанавливать. Там уже заменили. Ну, именно если по участок улицы Энтезиастов от развилки к улице туда до Сиреневого бульвара, там уже заменили, там даже асфальт укатали. Опять же, из видео соцсетей. Там вот снова вода. Почему так происходит? Если все вроде бы как раз хотели как лучше... В надежде я скажу, что они еще, может, не все работы доделали. Еще что-то там хотят доделать, и оно может исправиться. В надежде, думаю так. Но что-то мне подсказывает, что ситуация сильно лучше там не станет. Потому что надо понимать, что профиль дороги это, опять же, нижняя точка, и надо как-то оттуда в воду перекачивать. Может, надо дорогу поднимать, я не знаю. Но все равно где-то будут нижние. Это другой вид работы. Это, по сути, реконструкция у нас будет. Там если пойдет на дорогу, надо поднять и парк. Ты же должен понимать, что это все прям потянется. То есть ты сейчас делаешь... Изменили от рельефа профиля дороги и участка. То есть надо со всеми остальными вытекающими участками это делать. Потому что ты прав, там ничего не изменилось пока. Но давай дождемся, когда они все-таки закончат окончательно. Может быть, они там еще просто в надежде, я думаю, что что-то не запустили. Хотя там... Может быть. Ну, самое что интересное, ты... Заметь, у нас опять случилось аварийное отключение. Электричество. Это же тоже связано с дождями. Я понимаю еще... Кстати, я расскажу об этом поподробнее, про аварийное отключение. Да, но и в городе, на нескольких там улицах, там частных секторов, да, там... И не частных секторов, там были отключения электрики где-то быстро, где-то не быстро сделали. В Псковском районе, там, насколько я знаю, там почти что сутки, а может где-то даже и больше у людей не было электричества. Я могу еще понять, почему отключают электричество зимой. Там провода висят, сосульки пошли, мокрый снег. Как-то он порвал, да? А летом? То есть, ну, что происходит даже летом? Ветки падают на провода? Может быть, я не спорю. Почему не обслуживается трасса, да? То есть, деньги, я думаю, что в этой организации есть. То есть, тут много таких сочетающих вопросов. Может быть, попала молния фотосформатная, может быть, но это тоже такие редкие вещи. Получается, что делать людям? Вот тоже очень вопрос. Просто у Рост сетей, у них просто там стоит бот, который там постучает. Типа, мы работаем, когда-то сделаем, всем спасибо. А люди, ну, грубо, без всего остались. То есть, сейчас нет электричества, по сути, нет жизни. И ты сидишь без суток. Ну, столько глобальных проблем, казалось бы, да, обсуждаем просто дождь. Просто дождь. Весенний, летний дождь. Вот, а в итоге получается целый комплекс проблем, которые необходимо как-то, ну, либо решать, либо искать какие-то там пути. Да, но самое интересное, опять же, вот сейчас вернемся, точнее, то, что вы говорили, к отключению электронерии. По сути, отключают одни и те же населенный пункт или там, ну, то есть, мы говорим про район, да. Так, может, надо там что-то заменить от страста и проложить, ну, прокопать, прокопать, ну, надо искать проблему. То есть, почему, грубо, там, жалобы поступают из одних и тех же населенников? То есть, надо кардинально подходить к решению, то есть, а не формально там. Оторвал провод, ну, повесили новый. Не важно, что тут стоит рядом дерево, и сречет дождь, оно упадет. Ну, упадет, но новый. То есть, вот это очень непонятно. И так же с нашими улицами, да, вот по городу, организаторы, обслуживающие Ливнестоки. Почему и как, и что, ну, почему их нельзя прочистить так, чтобы вода, понятное дело, пиковая масса там в пять минут не уходит, но за несколько часов. А во дворах там, известный двор там, то, что вот был, по-моему, коммунальный, да, там на западный есть, да. На Алтае есть такие дворы, то есть, их много там, по сути, там в некоторых даже живут даже утки, потому что вода там неделями не уходит. Обрасуется экосистема. Там экосистема, да, то есть, и тут вопрос. Почему это проблема, то есть, систематическая? Я понимаю, там она была каждоснованная, но мы про потопы, задержку там вот воды на асфальт, мы говорим там, условно, там, про 10 перекресток там уже несколько лет. И не меняется. А вот, кстати, насчет интеллистов, я там в том районе жил, и эту проблему, вот я даже помню с детства. По сути, пошло там уже 30 лет. Текстильная еще у нас обычно подпадает под такое затапливаемую улицу. Текстильную. Текстильную, да, там немножко улучшилось, они подняли немножко асфальтиком при одном из ремонтов, поменьше стало. А вот интеллистов, ты совершенно прав. То есть, она как была, так и есть. То есть, за 30 лет там практически изменений нет. Но надо дождаться, когда все-таки доделать. Ну, да, давай дождемся, да. А вот, кстати, что делать? Ты заговорил про автомобилистов, которых там пострадали, их автомобили. То есть, там либо гидроудар, либо что-то еще. А вот в такой ситуации, что делать человеку? Куда ему, например, звонить, обращаться? Могут ли ему вообще компенсировать? Компенсировать ему могут, если у тебя есть только каска. По САГО ты, ну, практически, я думаю, что шансов у тебя нету этого компенсировать. Это не страховой случай по каске. И кто есть ответчик? Если по каске ты попал в яму, и яма была в воде, ну, у нас улица затопила, там была яма, ты можешь это компенсировать. У тебя есть шанс. То есть, по сути, только каска. Даже не по САГО, там больше по судебной системе. То есть, ты предъявил претензии, там через суд. У претензий много. У тебя есть шанс прям хороший. А если получил гидроудар, да, там и хорошее покрытие, но просто было много воды. Только по каске. То есть, предъявить претензии, по сути, юридически пока у нас это нельзя. Но, с другой стороны, я бы рекомендовал в такую погоду сильно лучше не перемещаться. Либо пути объезда выбирать. Либо искать пути объезда, да, либо лучше все-таки подождать немножко. То есть, лучше задержаться там, условно, на часик-два, где-то переждать. Надо понимать, что возможны потери там в виде порчи имущества. Так, ну, вот такие вот. Давай подведем какие-нибудь итоги. Что ты посоветуешь, в принципе, есть какое-то универсальное решение или нет, кроме как то, что в низинах происходит затопление. Вот, ну, борьба с непогодой, вот, которая может как-то, не знаю. Нет, есть универсальные решения, но в плане прогрессии отвода, там, дренажа, там, ливневки, да. У нас в России практически таких применяется пока мало. Ну, там, в Москве где-то пытались. В некоторых странах, ближнего зарубежья, это делается. Не придумывают никаких систем, да. Делают, по сути, ту же зеленку, она ниже, где скидывается туда вода. Там нет никаких систем. То есть, грунт, ну, то есть, это естественная приемка. Ну, впитывает, да, понятно. Там есть несколько там решеток, чтобы они там, мусор у тебя попадает в первую, там, в вторую. То есть, и в этих странах, даже при сильных пиках, вода все-таки быстрее работает, ну, уходит в грунт. Там, опять же, есть определенные, что они должны делать, чем в ливневку. Потому что ливневка у тебя, она ограничена шириной самой трубы. То есть, труба может принять 10 литров, но 100 туда не влезет, да. А в грунт, там уже чуть другие расчетные параметры, и он быстрее может принимать определенные объемы воды. Что нам и нужно сделать, чтобы убрать ее с дороги. Понятно. Ну, и на этом мы будем завершать. С вами были Николай Мельков и Александр Лисеев. Всем пока.